Андрей Геласимов — человек, по романам и рассказам которого экранизируются полнометражные фильмы. Своим опытом и мастерством он с удовольствием поделился со студентами Мордовского государственного университета. Любая встреча со студентами всегда интересна, потому что в этот момент ты встречаешься с будущим. Перед тобой сидит как машина времени. Это те люди, которые будут принимать решения в ближайшие 15-20 лет. Решения судьбоносные, государственные и даже на мировой арене. Цель творческой встречи — повышение интереса к историческому прошлому России у молодежи. Мероприятие важное и весьма полезное. Послушайте то, что скажет Андрей Валерьевич, и самое главное — задайте вопрос, который вас самих волнует. Потому что сегодня, как и каждый день, снова пишется история. В ходе беседы автор рассказал о том, как работал с историческим материалом в своем романе «Роза ветров», действие которого происходит в 19 веке. Момент освоения Дальнего Востока и присоединения к Российской империи огромной-огромной территории, которая размером примерно с Европу. Эти события отражались по-разному на протяжении 100 лет после этих событий. И историками по-разному. Есть, существует официальная версия этих событий. Но я в своем романе нашел немного другое толкование происходящих всех этих действий. Студентов слушали с большим интересом. Для многих из них Андрей Геласимов является одним из любимых и хорошо знакомых авторов, встреча с которым стала приятным подарком. Знакомство с творчеством Андрея Геласимова я начала еще в школьные годы, с его рассказа «Нежный возраст», который мне посоветовали при подготовке к экзаменам. И, конечно, мой мир, который был приспособлен к классической литературе, он немножечко перевернулся. Я ни за что не подумала бы тогда, что смогу увидеть его вживую, задать вопросы, которые мне накопились за все эти годы. И я думаю, что это очень классно, что университет предоставляет нам такую возможность. Дарья Воронина, Станислав Семин. Народные новости.